Ребята, в Украине сейчас настоящий культурный рассвет. В первую очередь мы сейчас говорим, конечно же, о музыкальной индустрии. В последнее время наши музыкальные группы начали производить просто какие-то тонны невероятно качественного и честного контента. Но с музыкой у нас всегда все было хорошо. А вот то, что у нас начнут снимать годное кино, в 2017-м случалось и такое. Ну вот во что мы уж точно никак не могли поверить, так это то, что в Украине настанут хорошие времена для любителей комиксов. А они бляха настали! Сага про санкционосцев это на удивление никак не воспевание украинских героев. Авторы восторгаются прежде всего скандинавской мифологией и несломным характером именно северян. Местных персонажей здесь хлебом не корми, а только дай побыстрее пасть смертью храбрых да попасть в Альгалу. И на протяжении всех 32 страниц вас будет сопровождать атмосфера жизни настоящего воина. Пьем как в последний раз, занимаемся любовью как в последний раз и сражаемся тоже, ну вы поняли. У комикса очень крутая рисовка и вообще хотелось бы увидеть данное произведение в твердом варианте и с другой обложкой, потому что, как нам кажется, авторы выбрали самую неудачную, хотя у них их на самом деле полно. Но мы немного отвлеклись. Особенно хорошо художнику даются всевозможные погодные эффекты. Да и вообще все. Очень удачно подобраны цвета в целом, мимика персонажей. Кстати, комикс несет кое-что и в разговоре о культуре Украины, потому что здесь очень живой и насыщенный украинский язык. Так что, если хотите немного подкачать мову, рекомендуем. С чем у саги есть проблемки, так это с общей концепцией. Глобально все, что здесь описывается, мы уже видели в сотнях других произведений. Вас не удивят, но парочку эстетических экстазов точно получите. Следующий комикс стоит абсолютным особняком не только в контексте разговора о украинских комиксах, но нам кажется, что чего-то подобного нет и в мировой практике. Герой по неволе – это адаптация одноименной повести Ивана Франка, изданной в далеком 1904 году. То есть слова из оригинального произведения наложены на черно-белую, сдержанную, но современную и чертовски стильную картинку. На самом деле, в те времена даже язык был немного другим, поэтому авторам практически на каждой странице приходится делать сноски. Но все это, наоборот, придает комиксу абсолютной уникальности. Рисовка в герое очень прилежная. Художник явно поставил себе за цель никуда не спешить, а детально отрисовать последнюю мышь, непонятно где пробегающую на 10-м плане. В комиксе часто можно встретить оригинальное разделение планов, а также необычные ходы. Как вам, например, вот такая раскадровка, в которой автор выводит на передний план персонажа, а на задний — то, что о нем думает главный герой. А вот вам уже оригинальный эффектик с резким движением в пространстве. Комикс хочется перечитывать и пересматривать, подмечать новые детали. Итак, Львов 1848 года. Времена, кстати, тогда смутные были. Австрийцы, поляки и вечные добродушные соседи в лице Российской империи — все имели свои претензии на наши земли. Зрелая революция. А главному герою, который привык к своему довольно неспешному укладу жизни, как-то сложно разобраться во всех этих перипетиях, и к кому тут вообще примыкать, за кого проливать кровь, и нужно ли ему это все вообще. Ему бы где-нибудь пересидеть, но жизнь иногда преподносит сюрпризы. Так что придется ему стать во главе этой революции. А больше мы вам ничего не скажем. Воля — это, пожалуй, самый популярный украинский комикс современности. Причем, что самое забавное, львиную долю в его раскрутке и абсолютно бесплатном промотировании сыграло российское телевидение. Здесь продрубой подлой украинской пропаганды, националистической. Да, вот эти оскаленные морды. Эти морды — это наши морды, друзья мои. Воля действительно комикс глубоко патриотичный. На каждой странице здесь в буквальном смысле идет борьба за то, чтобы Украина могла называться свободной и самодостаточной страной. И все это в немного странной, но стильной манере. Жанрово перед вами такой себе микс из стимпанка, фантастики, экшена, фэнтези и даже ужаса, включая навалы зомби. Здесь будет Николай II в формате огромного привидения. Будет Гетьман Скоропадский с навыками кунг-фу. Не обошлось и без вмешательства поляков, роботов. И черт знает чего еще. Одним словом перед вами безбашенный блокбастер, который, тем не менее, несет в себе кристально чистый посыл. Украина – это суверенное государство с четко прописанными и обозначенными границами, и никто не имеет права их нарушать. И вообще, есть такой жанр – альтернативная история, в котором авторы могут творить себе на здоровье что угодно. Так что воля украинское государство в 1918 году не только удерживает свои границы, но и немного их расширяет. Комикс рекомендован к прочтению всем патриотам, в том числе и самым юным, а также просто любителям оригинальных и качественно нарисованных историй. Воля – это также комикс с самым богатым ассортиментом сувенирной продукции. Открытки, плакаты, наклейки – у них есть практически все. А в последнее время к этому добавились и настоящие эксклюзивы, видя вот такой вот машинки – это автопанцер Никостин. И пока в мире всего три экземпляра таких штучек, и одна из них – раз. И мы как-то совсем забыли сказать, что в процессе подготовки этого сюжета мы действительно прониклись всей этой комиксовой темой, много ходили по разным тематическим выставкам. И что самое интересное, на этих мероприятиях можно достать комиксы, которые вы вот просто так не найдете в розничной продаже. Агенты Климат – абсолютно уникальный комикс, поскольку он создан в партнерстве с целым ворохом организаций, которые отстаивают… в общем, то, что они отстаивают, так это право нашей планеты на жизнь. Если вы не в курсе, то мы ее потихоньку убиваем. Так что разработку данного комикса заказала общественная организация SWIT OSWIT, и все это при поддержке Норвежского общества охраны природы и в рамках проекта SPARE. А последний – это, на секундочку, самый крупный просветительский проект в мире, касаемый изменений в климате, и он ориентирован на школьников. Сам же комикс – это такой легкий боевичок как раз для подрастающего поколения. Двое студентов оказываются на АЭС во время процедуры ее закрытия, и именно в этот момент там начинают происходить какие-то чудные события, в том числе и с участием инопланетян. В комиксе всего 14 страниц, так что давайте не считать это за спойлер. И давайте сильно не зацикливаться на рисовке у произведения, как вы понимаете, немного другие цели. И вот как раз тут у нас есть вопросы. К сожалению, в комиксе не говорится о том, что именно мы делаем с планетой. Как сделать так, чтобы ей стало хоть немного лучше? Не приводится никакая статистика. Вопрос закрытия АЭС – это, конечно, круто, но школьники точно не будут этим заниматься. Им бы задать правильный вектор, направление мыслей, а здесь этого, к сожалению, нет. Да, кстати, вы уже обратили внимание, что некоторые из наших комиксов подписаны самими авторами, и да, мы зря время не теряли на фестивалях. И вообще, может быть, когда-нибудь удастся продать все это втридорого. Да, я немного меркантильный, но в наше время это нормально. Да, кстати, авторы комикса «Среди овец» – единственные, кто не только расписался и оставил какое-то пожелание. Они даже не рисовали нам новую версию логотипа нашего магазина буквально за минуту. Так что ругать мы их не будем, да и не влашто. Сразу скажем, что «Среди овец» комикс довольно жесткий, с побоями, неожиданными смертями и совсем не бутафорской кровью. И темы здесь поднимаются такие же – важные и тяжелые. «Среди овец» он о том, что в современном мире у каждого человека должна быть своя четкая гражданская позиция. Он о том, что если вам что-то не нравится в принципе, то нужно не молчать, а говорить, а иногда и по морде дать. Он также о балчанных политиках, о том, как людям при власти у нас обычно все сходит с рук. Он также о городских законах, которые в современных реалиях попросту не имеют право на существование. Вот в самом деле, как можно в наши дни принимать закон о дармоедстве, а в некоторых странах такое действует? В общем, «Среди овец» это комикс для размышлений, после прочтения которого вы выйдете на улицу со всем другим человеком. Немного озлобленным, но ваша негативная энергия будет точно направлена в нужное русло. Рисовка здесь, кстати, классная. Автору Хэррошоу даются крупные планы, раскадровки четкие, разнообразные, максимально понятные и с правильной насыщенностью ближе к завершению сцены. «Мор» — единственный комикс в нашем топе, которого на момент выхода сюжета еще не будет в продаже. Перед вами графическая новелла в жанре ужасов с социальным и психологическим подтекстом. Действие разворачивается в Средневековье, но в отличие от других ужастиков, здесь не будет вампиров, оборотней и другой привычной нам нечисти. Зато будет очень много мистики в целом. Главный герой, крестоносец Стива Дарр, попадает в город, в который можно въехать, а вот с выездом не все так просто. Невидимые стены не выпускают никого. Что стало причиной, а главное, сможет ли главный герой выбраться из этой передряги? Оформляйте предзаказ, комикс выходит под конец года. Кстати, все люди, выполнившие с ее действия, принимают участие в розыгрыше вот такой уникальной обложки от автора. Нам кажется, с ее помощью можно будет самостоятельно выполнять ритуалы по призыву и изгнанию демонов. Подробности в описании под видео. «12 поехали» — это абсолютно уникальный набор историй, поскольку каждый из них рассказывает о новом герое. И в итоге все они должны будут встретиться в загадочном 12-м троллейбусе. Таким образом, создатели, во-первых, придумали абсолютно уникальную концепцию, а во-вторых, нифигово так попитывают жажду своих фанатов следующим выпуском. А еще у них самые креативные стенды на выставках. Пока вышло два комикса, один из которых о хакере, а другой — о обычном офисном работнике. И пока история крутится скорее не вокруг троллейбуса, а вокруг некого древнего кинжала. Но тем интереснее, что же будет дальше. Вот вам, кстати, примерный вариант обложки третьего выпуска. Формальные истории всех выпусков происходят в Киеве, но город тут особо не читается. А жаль, хотелось бы иногда попадать на знакомые места. Но как бы там ни было, а местная рисовка в черно-белом варианте — очень качественная, динамичная и напористая. Кстати, в этих путешествиях по всевозможным выставкам не только автографы брали, но и участвовали в разных акциях. Например, купили два номера 12, поехали, а в подарок получили вот такой билетик. С его помощью можно, собственно, покататься на общественном транспорте один раз. Или сохранить его и через какое-то время получить существенную скидку на выход третьего номера комикса. Правда, пока создатели не раскрывают каких-то подробностей, не говорят, в каких магазинах это можно сделать. Но мы это так просто точно не оставим. Как видите, только за последнее время в Украине появились комиксы на любой вкус. Да, пока эта индустрия держится в основном больше на энтузиазме, у авторов есть полноценные работы, а графические истории — они больше для души. Но процесс явно пошел, и его не остановить. И когда у кого-то есть качественный продукт, а еще кто-то готов его покупать, ну, все это может привести только к чему-то хорошему. Кстати, последнее утверждение актуально и для нашего магазина. Не забывайте оставлять комментарий под видео. Напишите, какой комикс из сюжета понравился вам больше всего. Среди всех участников мы разыграем набор плакатов, которые мелькали в этом сюжете, а также вот такую уникальную рисованную историю — комикс-перековка, которая поможет вам побороть собственные негативные черты характера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok